Я сам ее еще не ел. Вискус. Печки, наверное, какие-нибудь. Это лечения. Да. Подложите, просто что-то скажите. А, просто? Ну, давай, до встречи. Ой, как вкусно. Как вкусно. Как все красиво. Давай. А неоха-севника. С Крисом мы проведем отдельный обзорчик. Я попросил Батыра. Он найдет, чтобы не пробовать все разновидности узбекской кухни, потому что их очень много. Мы с Крисом несколько дней ездим, все это пробуем. Поэтому мы решили забрать с собой что-то и потом провести обзорчик лучше у нас в Корее. Я, ребят, сразу предупредил, что я привез только три пары палочек. Вроде бы они пользоваться могут. Сказал не грызть, потому что нам нужно попробовать где-то, сколько там, с десяток, возможно, больше наименований разного снэка. Мы не могли привезти ничего такое особенное, то, что варится, жарится, потому что это нереально. Мы сейчас находимся просто в гостинице. Жарко. Даже... Жарко? Жалко. Жалко. Если жалко... Я поел. Так, мы решили начать с чего-нибудь такого легкого, чтобы их сильно так не шокировать, я попросил в первую очередь Рахель. Да, забыл представить. Здесь у нас Рахель, здесь у нас Баттель. Так как Рахель приготовила нам брокколи, я попросил. Хорошо пахнет. Хорошо пахнет. Хорошо пахнет. Я говорю, замечательно пахнет. Хорошего флота копать. Я купила на базаре, все приготовила, свежачок. У нас есть вот такая штука. А можно я понюхаю? Вкусно. Мне нравится. Томатный, да. Там томаты. Причем такие вяленые томаты. Слива. Такая красная паста. Но запах приятный. Но вот эта штука, она очень сочетается с брокколи. Палочки единственные. Не сломайте их. И вы можете вот так взять просто ножки. Чуть-чуть, да? Не-не-не, наоборот. Побольше. Она не горькая. Остренько. Но вкусно. Ты брокколи переварила. Ты сказала, мне нужно мягкое. Короче, проваренные брокколи, неважно, если даже он более недоваренный, более хрустящий, он тоже вкусно сочетается. Кстати, он такой сладковатый, кисленький, немножко... В конце острый. Да, остренький, такой приятный острый. Ну, приятный острый. Не обжигающий острый. Иногда прям до слез острый такой бывает. А этот острый, умеренный острый. До слез острый. У нас есть еще, еще впереди будет. Мне нравится этот соус. Кстати, я был в Тошнете, здесь заходил в магазин. Продаются у нас эти соусы. Я видел, да, вот такой соус. Я не знаю, кто его покупает, потому что... И вот с кинтапом неплохо пошло. Угу. И с пигоди. Вот. Да. Они знают такие слова даже. Подготовили. Я их не учил. В общем, на оценочку. Как такой соус? Оценочку 10 из 10. Ну, я не знаю, с чем еще сравнивать. Пробуйте. У нас впереди много всего, поэтому мы будем, короче, ускоряться. Так, идем дальше. Я привез пару штучек, которых нету получается в Узбекистане, так как здесь нету моря. В Москве все кушают. Да. Даже сырое. Без проблем. Без проблем. Сырое нет, но я все, что привез, это все можно кушать. Вот такая штука. Прямо по запаху можно понять. Я просто когда как сумку открыл, думал, блин, они, наверное, сейчас убегут. Это пахнет. По-моему, это что-то вяленое. Да, да. Кальмары. Пахнет, пахнет. О, знаешь, а вот теперь, да, вот-вот-вот пошло. Вот пошло. Это я еще ее не открыл. Я думаю, это сушеные кальмары. Кальмары. Очень похоже на подобие камбалы. Я за пивом тогда? Мы не пьющие, но у нас есть венчик, если что. Нет. Сейчас мы как откроем. Просто не все любители, есть люди, которые прям по запаху уже... Прям с глазками. Да ладно. Да, вот. Или это попка. Нет. Это ротик. Это ротик. Вот такая пачка. Я не помню по ценникам, сколько они стоят. По-моему, где-то 10 тысяч, где-то 10 долларов. 4. 4 кальмара. Ой, запах пошел. Вот эта штука, она воняет, ну как воняет, она пахнет. Да, она сама пахнет. Ее нужно вообще поджаривать. С чем она идет? Опять же, в корейской идее есть обязательно сочетание с чем. Если ты тупо ешь кашу, она будет невкусная. Если ты ешь кашу с кимчи, она вкусная. Брокколи невкусная, брокколи соусом вкусный. То же самое и это рыбка, блин, не рыбка. Кальмар. Кальмар. Харакать. Для него тоже нужно какое-то сочетание. Поэтому у нас скорее имеется вот такая штука. Это называется кочудян. Это то же самое, то, что был до этого соус только он более густой. Мне нравится запах у них. Там, если был такой кисловатый, понюхать, рафели. Он мне напоминает сою. Здесь у местных корейцев продается соевая паста. Она вот так пахнет. Обалденно. Я ее покупаю, только вид у нее коричневый. Вот это не соя. Это же не соя? Да, соя. Пробовали кимбаб, не кимбаб, пи бимбаб называется корейское блюдо. Это рис, овощи, яйцо, и там отдаётся красная паста обязательно. Вот это есть. Вот эта паста, она обязательно егидеем. Полностью пробовать не будем. Дадим по ножке. Ножки здесь у них такие самые жесткие. Тебе самые длинные. Кстати, у кальмаров только две ноги длинные. Просто так невкусно. Вот вы попробуйте макнуть сюда. Вкусно. Вот был бы он чуть помякся, это вообще было бы. Это долго играет. Я бы, конечно, подсолил бы чуть-чуть. Ну, что солёное. Главное, чтобы потом к нам претензий у гостиницы не было, потому что если такую штуку здесь открывать, она развоняется. Ну, хорошо, мы послезавтра уезжаем, поэтому за это время проветрится. вы это едите просто так или это куда-то добавляется в какое-то блюдо? Нет, это просто как снэк. Я бы сказал так, если нет воблы, то на худой конец можно ездить, но соус прям рекомендую. А сам запашок? Вполне, вполне. Не отпугал? Нет, абсолютно. Запах нет. Нашим друзьям не зашло на ура. Рафеля как? Ну, я бы хотела чуть-чуть, чтобы было помягче. Помягче. идем дальше. Попросили что-нибудь более экстремального. Говорят, фу, это ерунда. Есть такая штука, я сам ее еще не ел. Вискус. Вот такая вот штука. Не бойтесь, это все съедобное. Я не знаю, что это нарисовано. Я не поняла, что это. Какие-то корешки? Пупочки? Это куриные пупочки? Давай еще раз. Куриные пупочки это? Нет, не куриные пупочки. Еще какие-нибудь варианты? И не петушиные черешки, да? Нет. Это гребешок? Петушиные гребешки? Нет, это с петухами ничего не связано. Но это не похоже на просто мясо. Куриные лапки. Давайте лучше откроем и попробуем по запаху. и по запаху и попробуем. Но это курица. Птица. Я просто выложу, покажу вам. Я потому что тоже не раз не пробовал это. Это куриные глазки. Желудочки? Да, это пупочки, я же сказала. А чьи? Куриные. У курицы есть пупки? Она имела ввиду желудочки. Просто они яйца несут, у них пупков никак не может деться. Жапок приятный. Приятный? Не отталкиваешься. Но это не масло. Я хочу разглядеть. Я тоже ни разу не пробовал. Я сколько раз видел в магазине. Я хочу разглядеть. Подождите. Честно, непонятно. Вообще непонятно. У нас желудки такого размера. Они сморщенные. Они вяленые. А здесь как будто бы жилки. Кожа какая-то. Кожа, жилки. Попка. Попка. Это попка. Посмотри. Эта штука никакого отношения к курице не имеет. А, курица не моя попка. А моя при мне, поэтому... Подожди, а может быть это похоже на какие-то сухожилия? А может это осьминожек? Разрезанный. Потому что вот эта часть похожа по крайней мере нащупывается. Что это? Креветочка? Улиточка какая-то? Улитка? Сделаем так. Просто попробуем, а потом попробуем догадаться, что это соус какой-то хочется. Но не противно. Вон там есть такой вот мне попался по крайней мере песочком. Это что-то водное. Ракушечное. Песочное. Это ракушечное. Это устрица какая-то? Это анимидий. Улитка? Улитка. Ну улитки они по-моему это улитка. Да? Рахель права. Это действительно улитка. Я никогда улиток не ел. Поэтому по вкусу я тоже не распробовал. Я быстрее его проглотил. Потому что я-то знаю что это такое. Я не ел улиток именно в таком как бы исполнении. Понравилось? Ну давай соусом. Не пойму есть ли это улитка почему такая раздербаненная ну ее же и вытащили из ракушки насильно из дома вытащили конечно. Так ребята решили попробовать с соусом. Вкусно? Прям соусом вкусно? Прям великолепно. Прям вот попробуй. Ну давай. Это первая улитка которую я это шикарно. Вот с этим соусом специально я еще только не пробовал но вот с этим это прям это они по-моему созданы вот этот соус дай-ка мне соус который создан для этой улитки не глотай рожуй нормально я просто знаю что это такое поэтому я хочу позвонить. Мы тоже знаем что это нормально улитки это улитки все-таки пупочки пупочки может еще съел бы давайте на оценку тогда дожди дай поесть нормально что оценки себе и притом острота не чувствуется и ее вот этот песочек уже не чувствуется это прям бинго потом заберешь улитку я я сначала думал что будет стоить 2-3 доллара я все-таки люблю растительную пищу и это лучше чем кальмары дальше по экстремальному тоже это то что я никогда не ел я не знаю почему продается именно на море на побережье но это не морепродукт но вы готовы все попробовать чтобы потом сейчас не было ой блин я это кушать не я обещаю все съесть но попробовать попробуем да пробуем окей ой это личинки до этого ты мне сказал что ты готов пробовать и кузнечиков да да будем пробовать я тоже никогда не ел жена у меня свитки наверное какие-нибудь это шелкоплят гусеница сами коконы скорее всего они же вонючие не они вонючие именно когда их жарят в соленой воде когда их замачивают еще в кипятке помнишь наши алкоматальные фабрики там всегда так как это консерва я думаю она будет немного концентрирований либо с каким-то соусом будет пробуем не томи открываем или читаем я никогда не ел надо проглатывать полностью либо что-то высасывать полностью кушается я вам привез только то что сам ел я это не ел и то не ел привез то что я готов с вами попробовать и все что можно кушать а инструкция есть что тут кушать может и пупку не надо кушать ух ты тут живое плавает кстати ну-ка понюхайте давай я первая по-моему они в сои замочены просто ой а запах запах вкусный он мне напоминает да он мне напоминает что-то он мне напоминает Батыр что он мне напоминает что тебе знакомый что-то напоминает запах знакомый запах очень знакомый причем из детства да что же это такое я не могу вспомнить мальчики но это очень знакомый запах но пахнет по крайней мере не противно не противно и запах прям очень очень знакомый очень вот жареный каштан и кукуруза что-то с этим связано он же знаком этот запах но почему я не могу его вспомнить а мы такое не ели в голодные годы мы такое не ели но что же он мне напоминает издалека напоминает тутовник давай блин я только что думал что-то двинулось это пузырь был нифига себе это точно шелкопряд на таракана похож здесь нету ножек здесь нет каких-то батыр скажи соусом или так и будем можешь сначала так я сначала просто скажи все съедаем или какую-то попку надо оставлять без соуса вот такая штука как и вкус как будто бы знакомый и вкус знакомый мы как будто какие-то такие орешки ели что ли нет не орешки что же это мы такое ели я бы такое не купил конечно я бы то есть не стал бы но но если вот ты в походе у тебя ничего нет кроме этой баночки по вкусу напоминает этим ну что давай вспомним вот эти вот бухарские белые бобы фасоль фасоль да белая бухарская фасоль с глазком самая простая фасоль а что белок вот из-за белка здесь же белок ну на рисунке вот я подачу например смотрю да здесь вот лучок обжаренный такой вот с овощами и сверху просто закидываешь ну воду сливаешь наверное закидываешь вот и все обжариваешь мне кажется это вкусно это вкусно да из банки да как-то ну так специфически не противно если ты тем более если ты не знаешь что это напоминает фасоль ты абсолютно прав чемпионы молодцы батя дай пять я две штуки съела доедай тогда последнее да легко да конечно да бери отсюда я возьму давай ты оттуда теперь я не знаю чем их тогда удивить причем чем больше ешь тем вкуснее привыкаешь тем вкуснее и тем больше нравится да реально я говорю вот если бы сейчас нам подали вот это вот на вот этой вот жаровне вот как на рисунке это это могло бы стать блюдом дня я ставлю девяточку девяточку твердый да да мы поставили подогреваться так как здесь нету кухни поэтому я попросил мы сейчас находимся на гостинице поэтому я попросил кухню чтобы они нам подогрели пока это все подогревается мы сделаем быстрый ревью снеков которые я думаю так необычные для узбекистана такая штука в глазури арахис какой-то глазури арахис какой-то глазури как называется повтори так и запишу рахель возможно поняла потому что она изучает корейский язык сейчас это слово еще не знаю арахис арахис мне нравится много мы кушать не будем потому что у нас много чего нужно будет как говорится попробовать а внутри орешек попробуйте и скажите с чем это не распробовали очень вкусно очень вкусно я ела таку штуку без арахиса называется бамба в Израиле все это кушает арахис сто процентов чувствуется чувствуется еще один вкус морепродукта арахис прибивает я не знаю как это будет сочетаться здесь я просто на рисунке видел там то ли кальмар то ли осьминожек где вот с задней стороны ага углядел да сзади нарисован осьминожек но он не чувствуется вообще это кальмар истеребивает вам зашло очень доварили так идем дальше нам принесли я попросил разогреть это вот такая штука ее поки то поки вообще конечно в оригинале ее надо кушать вот прям с пылу жару с пылу жара да такое вот нам разогрели но по-моему чуть-чуть не догрели не догрели это паста арабиата это рисовые думать что это паста это рисовые палочки из рисовой муки они делаются как рисовая сушеная лапша я не знаю рисовые такие колбаски ну короче сделаны из риса скорее более сделаны из рисовой муки сама сам соус он немного острый может быть поэтому имейте ввиду а запах как будто килька в томате вот здесь потом запах обалденный ты че здесь потом как килька это прям это прям вот как а вот когда крышечку он только открыл как еда самолете называется не таки не так уж и кло все сделали как вам да да баяк она скользкая я ее не смогу держать давайте вилку да давай сам соус вот он вкусный удивитель вкус как будто бы вот сырое недоваренное тесто но сам соус обалденно вкусный просто да он и кислый и сладкий и острый и ароматный очень блин ну прям свит спайси он так и называется вот эта штука стоит от доллара до двух а вообще это самая дешевая еда считается она обычно перед школами это корейский фастфуд ты говори когда я буду включать ты зазря сейчас слова переводишь так идем дальше это у нас гречка вот такой рис и у многих есть представление что в Китае либо в Японии и Корее тоже кушают постоянно рис действительно так но разнообразия очень много короче как плов традиционный но бухарский но без ингредиентов соленого сладкого такого нету как рис клейки здесь перловка ну это больше как гарнир либо вместо хлеба это вместо хлеба но это не такое не готовое блюдо ребята это очень вкусно вот это мы кушаем уже с разными получается закусками ей понравилось мне очень нравится к нему надо закусывать обычный отварной я бы даже сказал переваренный местами что-то мне наоборот кажется недоварили его батыр он у нас немного заболел вы говорите как есть его и не день но он это вырежет он намечен окей Крис он у меня поторопился поэтому оберку отодрал раньше времени есть мед добавлен а то есть десерт еще какой-то рис нет это вот именно рис точно так же его можно употреблять как простой гарнир вместе с какими-то закусками по размеру я так понимаю каштанчики я думала это сгорохнут выглядит а там еще есть семечки тоже эта штука стоит по-моему 2 2 доллара но вот это намного вкуснее чем просто рис потому что здесь с медом он идет и сам рис он липкий ты знаешь это очень вкусно я бы это ела просто как десерт можно я как десерт это поем это очень вкусно напоминает какой-то турецкий десерт это очень вкусно если будет возможность попробуйте обязательно его можно есть просто так за телевизором и об этом блюд тоже здесь поставлю смело десятка 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 так идем дальше у нас танхобак чук чечевичный суп чечевичный суп он сказал он думает но это не так в микроволновке по-моему она взорвалась я не пробовал чечевичный суп поэтому эта не это тыквенный это тыквенный да 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 когда манты с тыквы делают вот такой вот запах при чем тыква такая сладкая тыква сладкая тыква прям бинго прям даже угадали вот так так давай сразу скажу я не большой любитель тыквы вот тыкву я люблю только вот когда вот в манты и добавляет и либо вот самсу это чисто на любителя вот ротель я думаю понравится это детский тыквенный суп пюре почему там нарисованы какие-то шарики с чем она ну-ка раз ковыряем это брикаделька давай я понял что это такое это вот то что мы до этого кушали до тупики ньёки короче ньёки я в этом блюду поставил 5 снимать нам где-то час пока ничего не смотрите так идем дальше так как мы открыли упаковку с рисом этот рис надо с чем-то кушать я привез вот такую штуку я не уверен что здесь в узбекистане она есть и ребята пробовали почему нет посмотри там есть те же мальчик ребенок мальчик ребенок это просто там зеленый элемент дизайна они кушают ладно да это подсказку это крапива нет подожди это вегетарианская да может быть это проросшая пшеница не листья смотри а вот эти вот сами листья изоградные виноградные листья окей это виноградные положение что морские какие-нибудь листья крапивы либо бамбук если что есть я здесь я вставлю подсказку перевод ссылка перевод всегда хотел это сделать она идет как закуска как раз с рисом самый раз в гипстане точно ребята такое не пробовали потому что для ребят это будет просто листья с скажем так с дерева в детстве мы не такой или батыр на все пробовал но учитывая то что он сегодня попробовал жучков и ничего рейхель тоже поэтому я думаю возможно такой тоже пробовали чем их заправить такой сделай сам это вкусно ребята скажем так необычно учитывая что это просто листья если тоже чувствуешь вот эту терпкость дает или дача на листочек так это все-таки листья крапивы значит нет нет но это не это вкусно сделать вот такую начиночку я бы сюда еще кусочек рыбки положил бы мне кажется замечательно у нас там улитки остались нет улитки вот так вот все это заворачивается выглядит как долма очень вкусно я бы такое использовала бы дома и я думаю что если мы окажемся в корее то с голоду точно нет там есть каждый лист там уже заправить там да считай там там идешь деревьев срываешь ешь главное рисик еще в кармане да главное да если если жучок на листике тоже не страшно знаешь так все зависит сейчас от соуса от соуса да вот когда есть сочетание одного соуса с другой с любой веткой это будет вкусно маленькую передышку сделаем со сладким есть вот такой снег он сладкий сейчас я точно не помню из чего он сделал я после дам ребятам попробовать они оценят они сразу запакованы удобно можно было запах бухарит делали помнишь это это жареная мука где жареная мука не только масло сливочное и и мед очень вкусно очень я не очень люблю жареную муку там это положительный я бы я бы килограмм съел поехали дальше так идем по снекам в узбекистане нету но я так предполагаю я такого не не видел здесь но по виду похож на чак-чак я даже не знаю может быть рисовые макарошки раскатанный и облитый там ну каким-то соусом но вряд ли медом я не думаю что это сладкий снэк троечка сложность короче не удивили идем дальше вот такая штука один из самых старых снеков в корее по картинке сразу видно что это парень симпатичным очень популярны здесь это из группы bts не парень а снэк я про парня я про снэк каждый на своей волне да это наверно самый знаменитый снэк среди чаек если выйти вот с такой пачкой на берег моря чайки они прямо берешь снэк так держишь они подлетают прям сходу забирают вместе с пальцем бывает как как повезет конечно по запаху как не отталкивает нет первый раз когда я открыл я так что-то рыбой портился не думал блин рыбы насчет полезности я не уверена не уверен все равно это жареное нет это не жареное это запеченные знаете в чем в соли горячая соль туда получается макается кусочек теста и за счет того что соль горячая она его выпекает то есть запеченные ничего вредного нет кроме ароматизатор ароматизаторов нету здесь короче берется креветка перемолотая в муку и она вместе с мукой просто запекается поэтому и даже барбитурат на отряда там нет вот ешек вещи ни одной ешки нету очень полезная есть большие пачки вот они стоят где-то 23 доллара вот такая штучка вообще дешевая полдоллара вот эти у нас по моему 6 7 долларов ким батыр попросил привезти ким я ему привез потом дам тоже дам дал 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 еще там а еще там остается я уже съела так есть другое разновидности надо бы проходить навстречу да здесь еще ким виде снека ким с одной стороны с другой стороны у него я так понимаю кукуруза по-моему рис 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 а вкусно а вкусно это здорово это вкусно это получается вот эту листик нори макнули в тесто и пожарить я этого снеку ставлю десяточку я небольшой любитель вот этих вот водорослей всех у меня супруга может любить у меня супруга их обожает она любит но вот это прям зашло очень вкусненько я еще 1 еще один снэк вот такая штука мне кажется это типа хвороста что-то да да я тоже так думаю ой как вкусно пахнет это тоже сладкий строки я забыл про него последнее то что у нас есть и сладкого точно как хворост как чак-чак может что есть что-то общее наподобие чак-чака да наподобие вас уж но это опять вкусно я ставлю 8 я 7 может быть потому что вкусы они какие-то знакомые так мы наверное сделаем заключительную часть у нас еще осталось несколько снеков есть там пару супов но что-то ребята говорят уже наелись уже есть не хотят поэтому перейдем к самому последнему это самому горькому тесту к блюду дня так она называется пультакмён она так и называется пультакмён короче изо рта у тебя огонёк огонёк будет пультак будет сначала у тебя изо рта огонёк а на следующий день у тебя снизу будет огонёк реально когда пойдете в туалет вы это почувствуете когда это все будет выходить чтобы приготовить вот такую пачку нам понадобится как минимум кастрюлька с водой это то чего у нас здесь нету поэтому мы сделаем другую версию тоже из этого бренда вот такая но она менее горькая поэтому ребят пощадим спасибо попробуем дать такой а кстати это не самый-самый горький это 4 до 4 лэв у них 5 левелов вот это у него пока решили пощадить я думаю я собирался их пощадить да я думал это наоборот более горький а ты весь соус добавил кстати надо соус добавить а ну отлично может вот так макарошки надо попробовать чтобы у вас осталось впечатление я думал что это третий левел оказывается это самый последний пятый левел мексиканский вариант по запаху да нет по-моему не так горько это горько но это надо пробовать давай или что нет давай с дамой сначала пусть дама сначала обожгется не да давай ты побольше 4 штука удачи кстати чтобы сделать ее более горькой ее надо поджарить тогда она будет прям острым очень это съедает проглатываешь но гореть начинает потом а можно я рисиком заем оказывается действительно это что-то оказывается горько оказывается горько оказывается да 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 остро но она все равно как бы тянет на второй запуск тянет согласен какой-то вот у горьких блюд вот есть такая штука да вроде бы горько за хизм какой-то прям тянет реально давай 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 с моим желудком меня не тянет так я позвал своего сына чтобы наши друзья не сомневались что это съедобное можно кушать моему сыну 12 лет он покажет как это нужно кушать горько но вот именно что касается лапши горькой почему-то продолжает кушать горько но он живой но даже для него остро туда я прям чудо я вспотел реально нужен даже для крис это непривычно но видно же но он любит острое вот вот такое он кушал но я взял вот такое если вы увидите вот такое попробуйте обязательно а ты думал что это щадящие я думал что это щадящий да потому что его на этикетке вещи вот здесь указаны разные какие лэблы и как бы его здесь и не было наверное средний какой-то главное чтобы они не упали ногу на губы иначе губы начинают жечь надо просто белочка прям в ротик когда ты палочки не ешь слушай но мы и с этим справились проглотили мы проглотили много выпили но проглотили у меня вот прям аж по телу пошел температура поднялась в общем получился вот такой обзорчик обзор с узбекской едой мы сделаем сыном отдельно это уже будучи в корее корее мы возьмем собой паек но скорее всего это будет наверно паек и там из тушенки что-то такое то что они в ранее кушают ну хотя бы так все всем пока они о нем они о нем до встречи в корее и и и и и и и и